МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На урке в медиа новости в студии Ольга Севуха. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Езда с препятствиями. Житель Балхаша снес забор на улице Агабай-Батыра. Вот таких шесть плит закрепим. Домашнее наблюдение. Смотреть за ЕНТ балхарские родители смогут прямо из дома. Родители смогут теперь через специальную ссылку с паролями. Строительный старт. В Угульшаде появится солнечная электростанция. Сегодня начинается строительство солнечной электростанции. Житель Балхаша на машине снес забор на улице Агабай-Батыра. По предварительным данным, 35-летний водитель не справился с управлением. Сегодня с утра работники горкомхоза ремонтируют забор на улице Агабай-Батыра. Возле одного домов машина снесла два блока бетонного ограждения. По оценке специалистов, на восстановление уйдет около семи часов. Снизу трубы установим. Основу укрепим цементом. Потом нужно подождать, когда он застынет. После уже вот таких шесть плит закрепим. ДТП произошло вчера в половине девятого вечера. По словам очевидцев, белая Мазда спускалась с моста на скорости. Возле забора водитель предположительно не справился с рулевым управлением и врезался в ограждение. Сам водитель не пострадал. У авто сильно повреждена передняя часть. В поселке Гульшад появится солнечная электростанция. Сегодня состоялось официальное открытие строительства объекта в рамках развития зеленой экономики. На церемонию приехал заместитель Акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа. Заместители Акима Карагандинской области, инвесторы и разработчики сегодня заложили капсулу строительства солнечной электростанции. В течение 10 месяцев на этом месте установят больше 120 тысяч модулей, которые будут превращать энергию солнца в электричество. Хочу пожелать нашим инвесторам, нашим строителям успешной реализации проекта. Хочу сказать, что Казахстан нуждается в таких проектах. Казахстан нуждается в зеленой энергии. И доля этой зеленой энергии будет с каждым годом увеличиваться. На сегодняшний день в Карагандинской области подобные три проекта начали свою реализацию. В строительство солнечной электростанции в Гульшаде инвестирует испанская компания «Ресер Энерджи». Стоимость проекта 80 миллионов долларов. Станция будет вырабатывать 40 мегаватт в час. Этот проект первой в области реализуется в рамках программы «Зеленая экономика». Еще две солнечные электростанции планируют построить в Агадыре и в городе Сарань. Данный участок был выбран в связи с тем, что здесь очень хорошая солнечная радиация. Сами солнечные лучи несут довольно-таки высокий уровень энергии сюда, к земле. Ну и в основном, то что, наверное, местные жители здесь знают, здесь очень редко бывает облачная погода. Солнечная электростанция будет размещена на площади 100 гектар. В этом году родители балхарских выпускников смогут наблюдать за ЕНТ, не выходя из дома. Отдел образования закупил 30 IP-камер. С помощью нового оборудования увидеть, как проходит главный экзамен, можно будет онлайн с любого компьютера. Как идет подготовка к ЕНТ и какие еще новшества ждут на едином национальном тестировании, смотрите в сюжете. Специалисты центра тестирования проверяют, как работают глушители сотовой связи, чтобы выпускники во время экзамена не смогли воспользоваться помощью техники, в этом году установили 8 аппаратов, которые блокируют сигналы 4G. Действие данного глушителя расстояние 60 метров. Он глушит такие сигналы, как 3G, 4G, Wi-Fi, GPS. То есть в диапазоне от 800 МГц до 2250 МГц. Благодаря вот этой технологии школьники не смогут воспользоваться мобильными телефонами. В этом году сдавать ЕНТ все выпускники будут в один день. Больше 360 человек разместят в 8 аудиториях в 7-й школе гимназии. Самое большое в актовом зале тестировать будут одновременно 120 учеников. Родители смогут наблюдать за происходящим прямо из дома. 30 новых IP-камер будут передавать видео в режиме онлайн на любой компьютер. Онлайн-трансляция в прошлом году у нас через интернет не могли родители просматривать. Но в этом году мы закупили 30 новых IP-камер, видеокамеры. Установили на все аудитории, коридоры, чтобы не было слепых зон. Родители смогут теперь через специальную ссылку с паролями, которые мы раздадим им, просматривать весь процесс тестирования через интернет. Единое национальное тестирование пройдет 23 июня. Помимо учеников со школ Балхыша, также ЕНТ будут сдавать выпускники школ Приозерской и Актугайского района. На 120 вопросов по 5 предметам дадут 3,5 часа. Максимальный балл – 140. Карина Мадьярова, Серик Кисибаев, Оркен Медиа. В городской мечети открылся летний детский лагерь. Желающие в течение месяца могут бесплатно изучать арабский язык, учить суры Курана. В этом году открыты две группы для начинающих и продолжающих. Заниматься могут ученики с 1 по 11 классы. Работать с ними будут учителям Медресе. Время занятий с 10 до 12 дня. Всего два курса обучения, каждый будет длиться две недели. В лагерь уже записались 90 детей. Для того, чтобы здесь обучаться, родители должны заполнить заявление на имя и мама. И иметь при себе свидетельство о рождении, либо удостоверение личности ребенка. Обучение бесплатное. После окончания курса будет выдаваться грамот. Неизвестные музыканты развлекали балхарцев на центральном рынке. Парни с дамброй, баяном и румбой устроили небольшой концерт и на время завладели вниманием покупателей и продавцов. Благодарная публика угощала артистов, некоторые даже дали музыкантам денег. Оказалось, артисты исполнили «Жарапазан» – песню, которую по казахской традиции пели во время паста Рамазан. В аулах молодые люди собирались в компании после захода солнца и пели. Эта песня означала, что уже можно приступить к еде. Так как исполнителей «Жарапазан» нельзя отпускать с пустыми руками, артистов, которые попали в камеры балхарцев, угостили, некоторые благодарили за напоминание традиции деньга. На сегодня все. Завтра в 20.30 ждите итоговый выпуск новостей. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok